всем привет короче вроде как ух дождя об об у все должно быть хорошо звук чтобы записывался должен записываться все хорошо в общем в чем прикол сегодня вам поезд не зашел особо но я понимаю почему-то скучная игра я как бы особо не 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 расстроен мне самому играть не было не особо весело но загадки там все такие интересные иногда просто так ты не догадываешься такого прикольно в общем сегодня у нас игра сказка бесцветном мире глава 1 видимо многоэпизодная игра и я думаю заинтересует потому что я уже запускал и она очень своеобразная и вообще такая интересненькая как мне показалось думаю вам понравится и мне тоже самом деле я уже записывал первую серию на не особо получилось по звуку поэтому я заранее поменьше сделаю сразу на десяточку так или 11 все-таки оставить 11 наверно оставлю и убавлю здесь все отлично должно быть все хорошо ой голова все не болит поэтому читать диалоги и будет сложно потому что я уже их читал и хей там пиздец это что-то типа фэнтези но такое фэнтези повседневная не знаю как это объяснить очень сложный термин надо для этого отдельный придумать в общем недолго думаю у меня получилось на 30 я уже забыл что было поэтому буду на новенького снова глава 1 удивительное удивительное дело о похищенном пироге о нем дело сейчас пойдет я цокнул как-то губами стран внимание внимание раскрыта вся правда об одном из самых жутких убийств нашего времени дело закрытое три года назад вновь напомнила нам о себе отважный молодой писатель в ходе своего детективного расследования обнаружил новые факты упущенные полицией напомним что зевок наверное бра ну и гадкая погода зуб даю ли вонет напомним что страшное деяние было делом не не безызвестного демона джонатана слома а подручным которым и являлось существо нашему миру не принадлежащим автор совершил буквально фундаментальный труд написав этот холодящий кровь детективный роман но ведь нужно быть поистине бесстрашной личностью чтобы расследовать это дело а после вспоминая мрачные подробности изложить их в книге но ты только подумай как я домой буду возвращаться подождем гулять совсем не весело я бы не согласился в прошлый раз сунулся тогда нитки промок хорошо не смыло жаль что не смыло в общем мы играем за кацураги это вот та которая сидит напротив белобрысого поцака или это не поц я не знаю кто это это кая или это муж пиздец у меня громкий звук возник я испугался вздох видишь ли кая вес твоей физической оболочки просто не позволит такому слабому потоку воды сместить тебя даже на сантиметр в то время как обильное накопление оксида водорода в нашей местности исключительно во всяком случае потопов и наводнений еще не наблюдалось да и из поместья никто тебя никто не гнал слабому но ты знаешь как он хлистал у меня были жуткие синяки после этой прогулки вайс вайс это вот этот вот костлявый поц я не знаю кстати скелет я его назвал дрещом судя по рукам видите за диалоговым укном там у рука есть стручки какие-то ломаные он походу скелет я вон там по-моему ребра вижу я думал вампир типа такой ну посмотрим в общем сюжет еще не говорил ничего об этом вайс кацураги спешу заметить что имя я свое прекрасно помню и с сего момента начинаю сомневаться в здравости твоей памяти сколь скоро ты начал сомневаться в моей личности я всего лишь зашел сказать уважаемое что нынче временной поток измеряемый двадцати... двадцать... двадцати четырех часовой двадцати четырех... бля... фух двадцати четырех часовой системой дошел до отметки в пять часов и я считаю своим цветным долгом подняться к вам и уведомить о необходимости спуститься к чаю если конечно на то есть ваша воля пф... хи-хи пф... типа... блять... да... ай ну больно же что же раз уж ты так старался подражать нормальной манере речи и пусть выходит у тебя все еще дурно полагаю я могу внять твоим словам так мы получаем свободную поддержку свободного перемещения персонажа и... ну да в этом все диалоги пиздец полный но это весело читать а что ничего забудь а можем идти нет подожди тут много интересных вещей хорошо но поторопитесь иначе чай остынет и без тебя знаю книга судя по содержанию это что-то про растения разные бумаги осторожно не опрокинь чернильницы что они вообще тут забыли шляпа в ящиках множество садовых принадлежностей земля мокрая анаморин следит анаморин короче это баба будет разоволосая я до сих пор не знаю как произносить ее имя правильно следит абсолютно за всеми растениями в поместье растения пароль пароль блять не сами видите хуйня полная получается сегодня надеюсь я микрофон кстати не усадил а кстати слышите новый микрофон звучание мммм конфетка просто а не звучание растения порой с ними приятнее общаться чем с теми кого я имею несчастье называть своими друзьями не люблю за тендеры играть хотя я не совсем уверен в правде не люблю за тендеры давайте и я буду поддерживать высокий слог в этом прохождении оставляя порой неуместные комментарии ну хорошо выходит пустой конверт а и все пустой конверт посмотри цветок одинокий цветок не я не 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 профессионализм о а многоточие или у меня нет на это времени одинокий цветок ну давайте многоточие я не помню откуда взялись семена этого растения кажется они случайно оказались в пакетике с не чудесный был цветок и очень красивый с приятным запахом но мы решили посадить его в саду на самом видном месте с каждым днем цветок становился все краше бутоны становились пышнее и ярче странно но я ни разу не видела чтобы пчелы и другие насекомые его опыляли судя по виду ему это не требовалось но цветы находившиеся рядом увядали мы пробовали удобрения увеличивали увеличивали количество воды пересаживали но все безрезультатно и в итоге пришлось его изолировать он уже не такой красивый и почти не пахнет а потом выяснилось он питался от других растений но не только паразитировал но еще и впрыскивал в них яд пожертвовать свободной свободой одного ради сотни вполне справедливо тем более что он и сейчас жив пусть и не так прекрасен как прежде больно наверное когда из-за тебя страдают друзья и те кто старается тебе помочь но если он жив и сейчас значит у него был выбор глубоко я раньше не тыкал на этот цветок ящик заполненный хламом убрать газету в ящик я пробовал кстати эту газету прочитать там ничего нету газета помещена в ящик или может я неправильно тыкнул там какая разница для анимации конечно пиздата я ничего не скажу ой высокий слог простите меня прошу прощения господа и дамы старый у меня нога трясется иногда просто моя нога имеет свойство создавать вибрационные волны и поэтому мой голос может слегка поддаваться искажению прошу простить за это старые книги которые мистер коллман собирался немного подлатать чтобы после унести в библиотеку по всей видимости мистер коллман пиздобол а мы уже обсуждали этот вопрос в ящиках множество садовых принадлежностей я рад за них а а ты можем идти да идем да мы вперед да без б а нам морин вернера это да персонаж удивительно да персонаж забавная ситуация куда же он мог подеваться я точно помню что принесла его сюда даже кухню проверила чтобы убедиться ну конечно конечно вайс 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 же поднялся за ними вайс же уже поднялся за ними пропускаю слова это такой стиль прочтения не обессудьте как видишь уже вернулся ох фига щемит что случилось о мое просто речи на контрасте дает очень забавный эффект милая кацураги хнык случилось что-то невероятно странное а я ведь так старалась неужели произошедшее настолько выходит за рамки разумного что ты так переживаешь несомненно кацураги наш пирог пропал ну-с ничего неординарного в этом однако нет чего ты так вылупилась очевидно же прямо сейчас ты находишься ближе всего к месту преступления и мне не хотелось бы чтобы ты ненароком сокрыла улики улики? иди к черту так давайте я потише еще сделаю чуть-чуть опа на на 8 нормально будет надеюсь я потом посмотрю что позву высокий слог держать невероятно сложно однако улики? иди к черту угомонись юный следопыт тебе лишь бы обвинить меня во всех смертных грехах и конечно же ты повесишь вину на меня я не могу еще еще до 7 опущу как вы играли так же так же здесь заметьте мисс даммер не я это сказал дура в общем это та еще стерва да и главная героиня тоже стерва ну привет что-то у вас тут шумно в чем же причина торжества уважаемые ничего страшного я просто пытаюсь разобраться в этом крайне нелегком деле но как вижу некоторым просто нравится драть глотку да неужели возможно нам стоит заняться головоломками после трапезы я посмотрю еще потом как как что пополам у персонажа потому что рисовка очень пиздатая но я не понимаю пола ни одного из персонажей кроме главной героини и той длины волосой стервы возможно нам стоит заняться головоломками после трапезы скептический взгляд что-то ты на ум он сегодня какая-то нервная опять забыла сделать прививку от бешенства еще слово я удушу тебя твоей же мерзкой полосатой тряпкой вообще-то я долго его выбирал причешись для начала жертву пьяного парикмахера ой я вспомнил что элли вернее мисс одли ждет меня на чай эх подобные замечания отсидеющего демона принимать не собираюсь старость не радость да сейчас мы дойдем я думаю 14 минут хватит для затравочки да меня игнорируют незаметно телепортируется кацураги а ну типа говорит и я прочитал не это ну вот скоро нам придется опять снимать его с дерева но азазель у нас совершенно ничего нет к чаю совсем-совсем ничего ну хотя нет вспомнила у нас есть печенье мух совсем недавно ездил в город хотя оно возможно уже немного подсохло но с чаем самое то постойте хочу кое-что проверить а проверять мы уже будем в следующей серии я конечно дико извиняюсь но по-моему у меня тут время поджимает и так рассчитывал на чуть менее долгое заснимание но раз первый файл был таким неудачным думаю стоит пока что прекратить я посмотрю что со звуком если что пишите свои пожелания там громче менее громко ну вы поняли завтра тогда продолжим мне завтра свободный день я освобожусь очень рано может начну стрим по The Binding of Isaac ну вы в курсе наверное кто кто здесь с твича короче на твич переходите если хотите конечно там скучновато но я думаю мы мы с вами там разберемся как как увеселить процесс не совсем хочу чтобы нас было много хочу больше чтобы у нас было доброе доброе комьюнити так сказать вот в следующей серии мы будем допрашивать каждого из них ну как допрашивать доебемся до той стервы и поговорим со всеми остальными и посмотрим что будет дальше как мы будем вообще это дело расследовать и я поищу еще главы этой игры потому что мне пока нравится и надеюсь вам понравится поэтому давайте до завтра пишите если что там громче тише надо сделать я просто может сам не смогу определить точно как надо сделать ладно все всем спасибо за просмотр переходите там куда хотите все всем пока